Я с радостью представлю вам следующего нашего спикера. Это очень интересный человек и тема, которую он сейчас затронет и будет освещать, я думаю, что волнует практически весь зал. Я всегда стараюсь приглашать на сцену профессионалов, чтобы человек действительно профессионально освещал какие-то вопросы. Сегодняшняя тема, которая будет освещаться, это сыроедение. Сегодняшняя тема – это сыроедение. Потому что, как вы знаете, этот вопрос заинтересовал многих людей еще в 90-х годах, это так серьезно заинтересовал, плотно. Ну, вы знаете, что многие люди интересны в этом вопросе уже с 90-х годов, и их интересы очень серьезные. Огромное количество форумов, посвященных сыроедению. И я старалась читать как можно больше на эту тему в свое время. Потому что у меня тоже были вопросы. Но задать их фактически было некому. То есть эти форумы, по большей части, разделялись как бы на два лагеря. Первое – это практики, которые на своем опыте проходили какой-то путь. So, the first one – they were practitioners that were on this path and that practiced what they taught. И говорили об его успешности. And they were speaking about the success. И большая часть, вторая часть, большая часть людей, которые говорили, что мы тоже пробуем, пытаемся, исследуем. И у нас очень много неудач и ухудшения состояния здоровья. И вот, наконец-то, начали появляться такие профессионалы, как Юрий Андреевич Фролов. Которые стали освещать эти вопросы не только с практической, с медицинской, но и в доступной форме. Поэтому я очень рада, что Юрий Андреевич сегодня согласился выступить на нашем конгрессе. So, I'm very glad to have Юрий Андреевич here at our Congress today. So, greetings, dear friends. I had been invited here and I decided to accept the invitation and so I am here today. Ну, перед тем, как я начну что-то говорить, или, может быть, начнем с вопросов регламент, мы не обсуждали, сейчас, вероятно, обсудим. Хотел бы минутку буквально занять время о другой теме. So, before I start speaking, or maybe we will start with questions, we will discuss the agenda later. I would like to devote one minute to another issue. Скоро у всех нас, у жителей России, у русских, у других народов национальности нашей страны, великий праздник, День Победы. So, soon in Russia, and we all, Russians, we will have a great celebration, a great day, the victory day. Ну, вы, наверное, знаете, что произошло вчера в Одессе и вообще происходит в Украине. And probably you know what happened yesterday in Одессе, and you know what is going on in Ukraine. Мне стыдно и больно за то, что произошло вчера, да и происходило в предыдущие дни, поэтому я хотел бы сказать буквально одну фразу. I feel shame and I feel pain when I think of the things that happened yesterday and the things that happened in Ukraine for the recent time. Я хотел бы, чтобы все мы сейчас почти или минуты молчания тех погибших, зверски сожженных людей вживую вчера в Одессе, даже женщину беременную застрелили прямо в живот. So, I would like us to honor the memory of those died yesterday in Odessa, of those people burned alive and pregnant women that got shot. And I hope that those who committed these awful and terrible crimes, they will get what they deserve. A minute of silence, please. Благодарю. Thank you. Ирина Андреевич, по регламенту у нас с вами два часа. А, два часа будет, да? Да, но... Yes, we have two hours. Так как у нас на двух языках конгресс, то, соответственно, у вас час. Ясно. С чего, как вы полагаете, начать? Я обычно к своим лекциям никогда не готовлюсь, да у меня и времени на это нет. Могу говорить практически на любую тему, о чем мы с вами просто заранее не обсуждали. Именно рассказать в целом о сараидне, начать ли с вопросов. И у нас же еще по все-таки, как бы, тема общая про наедение. Ну, пару слов могу на эту тему сказать. Да, давайте тогда с нее и начнем. С нее, да? Let's start from брасаренианизм. Значит, безусловно, как биолог, как человек, который занимался всю жизнь живой природой и, в общем, достаточно пытливого ума человек, я стремился разобраться, ну, скажем, понять разные вопросы. И о про наедении тоже задумывался. Каковы процессы, каковы, так сказать, ну, скажем, этапы изменения организма, каким образом люди, которые переходят на этот тип существования, могут жить? Как идут обменные процессы, как все происходит? What are the processes and how the transition happens and how people that have come through the transition live and what are the exact physiological processes? Скажу честно, что до конца мне не все понятно с точки зрения биохимии, но кое-что я могу сказать. Ну, например, начну даже немножко подальше от биологии, хотя, вы знаете, все науки сильно связаны между собой. И нельзя отдельно разбирать там физику, биологию и химию. Well, I will not start from the biology, but you know that all sciences, they are interconnected and you cannot take physics or biology or chemistry alone. Не так давно русскими учеными было доказано, физиками, учеными, что есть такое явление, как свободный переход электронов. Например, эритроциты крови на 80% заряжаются напрямую именно благодаря такому физическому процессу. Этот процесс практически не идет в условиях городов, но в природе, на открытых пространствах, в полях, особенно где рядом реки, озера, этот процесс происходит активно. Usually this process does not take place in cities or towns, but in the nature, especially where rivers are or lakes, this process is quite often. Современная наука вообще дает ответы на многие вопросы, которые раньше казались фантастическими и невозможными. Например, вспомните, или если кто не знает, изучите труды академика Горяева о волновой генетике. And modern science gives answers to many questions that they've seemed even fantastic at some point. For example, if you don't know, you can study the works of Горяев. Об этом можно говорить много, но я перейду к другой теме. Еще один вопрос важный нужно раскрыть. I can speak a lot on this matter, but I will move on because we have a lot of things to speak about. Среди медицинских кругов до сих пор существует стойкое предубеждение, что белки, особенно животного происхождения, необходимы организму-человеку. Без них невозможно, чтобы росли дети, обменные процессы не могут без них существовать. И белки никак не получат иначе, как из продуктов питания, особенно из продуктов животного происхождения. And medical science is still assured that proteins are necessary for human development, for children, for human bodies. And it is a necessary part. And a human being cannot receive proteins, necessary proteins, in any other way except from food, especially animal food. Есть основных три способа получения белка, вернее их синтеза. Вкратце о них скажу. There are actually three main ways of protein synthesis, and I will tell you about them. Первый, это когда человек ест пищу, в составе которой имеются действительно белки, либо в виде сложных высокомолекулярных белков, либо в виде олигопептидных, полипептидных участков белковых молекул. В таком случае, пройдя через пищеварительную систему до тонкого кишечника, такая пища должна уже быть к моменту поступления в тонкий кишечник разобрана до аминокислот. К сожалению, этого не происходит на 100%. И уже в тонком кишечнике всосаться в кровь. Отдельные аминокислоты должны попасть в кровь. And the first way is to obtain proteins from the food. It is a complex molecular, complex protein molecules that are taken in with the food, and to the end point it should be digested to the point of amino acids. But usually it doesn't happen, because human body is unable to digest protein and to break it down to amino acids. Аминокислоты – это составная часть белковой молекулы, составные кирпичики вот этой сложной системы. Что происходит, если белки цельные, а это всегда происходит, если они высокомолекулярные, в пищи их достаточно много. Так вот, что происходит, если цельные белки всасываются непосредственно в тонком кишечнике в кровь? Возникает реакция антигена-антитела, когда иммунная система вырабатывает фагоциты различные, которые уничтожают, как чужеродного агента, попавшего в наш организм, эту белковую молекулу. Вместе с ним погибают и образуется трупный яд, гной, шлаки и токсины. И что происходит, когда этот комплексный протеин вырабатывает в человеческое кровь? В самом деле, человеческое кровь не соответствует этому, поэтому иммунная система реакция, и это убивает молекулу, эту высококомплексную молекулу, и это результаты в токсины и интоксикацию тела. Так происходит всегда. Это не мое мнение, это законы природы таковы, потому как нам нужны не белки, а аминокислоты. Почему? На это отвечает сама природа. Значит, чтобы не попало высокомолекулярные белки, аминокислоты к нам в организм, они обязаны разобраться до простых составных частей аминокислот, и уже наш организм будет из этих отдельных частиц аминокислот строить те белки, какие нашему организму нужны в данный момент времени, в том или ином его части органа и клетки. Это первый способ получения белков, то есть их синтез уже в печени, в других органах, в тканях. Клетках нашего организма. Это первый способ получения протеин, это протеин синтез, который появляется в крови и в других органах и тишинах. Еще раз, то есть нам нужны аминокислоты, не белки. Белки мы сами будем строить. А если попадают к нам белки, то организм тратит огромное количество энергии, ферментов, чтобы их расщепить до аминокислот, а потом построить уже нужные белки. Растительные белки, как правило, в растениях содержатся в виде полипептидных участков белков, то есть это объединение всего лишь по 20-30 аминокислотных звеньев. Такие белки очень легко и на 100%, пройдя через желудок, а потом 12-перстную кишку, в тонкий кишечник уже приходят в зону всасывания в разрозненном виде аминокислот. Второй тип поступления синтеза белков – это работа нашей симбиотической кишечной микрофлотики. В идеальном варианте, в чистом организме, в тонком и толстом кишечнике, в особенности толстом, существует, должно находиться, несколько видов симбиотических нам микроорганизмов, бактерий, которые, поглощая растительную живую клетчатку, синтезируют в том числе все незаменимые аминокислоты и все витамины. Включая все незаменимые аминокислоты и витамин В12, пересловутый. Другой вопрос, почему не у всех людей, даже переходящих на живое питание, этот процесс не включается? Вот у некоторых людей он действительно не включается, и люди сильно истощаются, худеют, но и винят в этом, собственно, сыроедение, а не пытаются разобраться в реальной причине, почему же не получилось. So the other issue is, why not all people have these processes set up? For some reason, some people that eat healthy live food, they do not have this process set up, and they blame raw eating, and they have worsened condition. А причины есть всегда. Их много, и сейчас останавливаться на этом я не буду, возможно, кто-то из вас смотрел там мой блог, мои лекции, видео, да, но если нет, посмотрите, а если будут вопросы, я в конце отвечу. And there are a lot of reasons, but I will not talk about them now, so if you want, you can watch my lectures on the internet to read my blog and see the answers. Юрий Андреевич, может быть, вы хотя бы в тезисной форме сейчас перечислите основные. Ну, пожалуйста, давайте перечислю. Maybe just numbering the main reasons. Ну, во-первых, наличие патогенных микроорганизмов вместо наших симбиотических. Патогенная микрофлора, она априори сильнее, она вытесняет из тонкого кишечника и из толстого кишечника наши симбиотические микроорганизмы. Например, там, сеную палочку, целый ряд бифидобактерий, которые, кстати, могут синтезировать, в том числе бы 12. The first reason is pathogenic bacteria that is stronger than our symbiotic bacteria and it just gets rid of our usual symbiotic microflora and it is replaced by bacteria that we don't need and that hurts us. Это, разумеется, не только бактерии, это и грибы, и некоторые вирусы, то есть это и стрептококки, и стафилококки. This can be not only bacteria, but also some kinds of viruses or fungi. Но человек может определенными методиками очистить свой организм, перейти на иной вид питания. Только сразу скажу, что здесь много индивидуальных особенностей, связанных с тем, насколько человек запустил в своей прошлой жизни себя именно в плане вот зашлакованности организма и наличия определенных инфекций. Вирусы, грибки и бактерии, патогенные, они поселяются только в благоприятной для них среде. А это грязное межклеточное пространство, это наличие определенных питательных для них веществ, для нас шлаков и токсинов, это плохо работающая лимфа и органы выделения. And actually, pathogenic bacteria, viruses or fungi, they live in an environment which is favorable for these microorganisms, and mainly it is a dirty intercellular space, and when the body has bad circulation. Разумеется, это могут быть влияния антибиотиков, так сказать, ядовитой отравленной пищей и воды, иных химических препаратах, содержащихся в нашей современном воздухе, пищи. This may be caused by antibiotics, it may be caused by chemicals that are contained in air, in food, in water with drink. Есть третий способ получения белков. And there is a third way of protein synthesis. Еще академик Уголев, академик медицинской академии наук, не только он, но в частности установил, что в толстом кишечнике, подчеркиваю только в чистом толстом кишечнике, на его складках, есть азотофиксирующие бактерии, аналогичные клубеньковым азотофиксирующим бактериям бобовых культур. And the academician, and not only him, has noticed that in a digestive system, and I would emphasize that in a clean digestive system, there is a specific bacteria that are similar to those of P-bacteria. Вот этот третий как раз пункт, это мы как раз проводим аналогию, я провожу с вот этими достижениями, это один из пунктов достижения того видимого эффекта, которыми настоящие праноеды пользуются как дарами природы. Как скрытыми возможностями нашего организма. These are hidden capacities of our body. Из этих, то есть из атмосферного воздуха, эти азотофиксирующие бактерии усваивают азот, переводят, а что, чем отличается белок от углеводов жиров, и только тем, что у него еще есть, значит, в составе атом азота, ну, в определенных комбинациях, и какой-то еще в прикреплении минерал. And these bacteria are capable of protein synthesis out of air. And the difference between, well, the protein molecular is that it contains not only amino acids, but also several minerals and several other atoms. Это как раз третий способ, о котором мало кто говорит, получение белков, но вернее аминокислот, из них потом будут опять-таки строиться белки и строятся. And this is the third way to receive proteins, well, not proteins, but amino acids, that then will be transformed into proteins our body needs. У обычного среднестатистического человека, кто питается так называемой традиционной пищей, жареной, вареной, а тем более мясной, толстый кишечник, если провести исследование, видно прекрасно на мониторе, что, как правило, складки, забитые каловыми камнями, дегидрированными каловыми камнями. Потом проросшие грибы, типа кандид, мицелий, прям белая слизь. So, if we look at the digestive system of a normal man, for example, who eats traditional food, like boiled food, especially meat, we will see that the system is packed with dehydrated stones, with fungi and other dirt, I would say. Вполне логично, что такие люди не могут пользоваться вот этим третьим механизмом получения белков. And it is logical that these people, they cannot put this third way of protein synthesis into use. Но это не значит, что такого способа нет, он есть. But it doesn't mean that there is no such way, it actually exists. И еще очень важный момент, можно назвать его четвертым, но это способ не получения, а способ рециркуляции азота в организме, есть такой механизм. And there is one more point. Well, I wouldn't say that it is the absorption of the air gas, it's recirculation of the gas we have already in our bodies. Наша печень – это уникальная биохимическая лаборатория, которая, как известно каждому медику, кто хорошо учился, что она способна и она синтезирует почти все плазменные белки крови, и она разбирает погибшие клетки, погибшие белки. Но то, что она строит и разбирает, почему-то в мозгах многих ученых не связывается в одну картину, что она может использовать этот старый материал для построения новых клеток. And so, every doctor knows that liver is a unique organ, it is a biochemical laboratory that creates almost all known blood plasma proteins, and also it destroys, demolishes old, dead cells. But most doctors, they do not realize that these processes are maybe interconnected, and that liver can construct new proteins from those old ones. Печень может синтезировать новые белки из старого материала погибших клеток. And actual liver can synthesize new proteins from these old material of dead cells. Говоря про наедение, вот как раз способ получения белков-то как раз тут вопросов не вызывает. So, if we speak about breatharanianism, there is no question about obtaining proteins. По поводу перехода свободных электронов, то есть энергии, как бы, благодаря которой организм может питаться, мы тоже вкратце упомянули. So, as to the free electron jump, or the way to obtain energy, that allows our body to feed, so we spoke about that a little bit before. Ведь и ложась спать разбитым, любой человек встает, ну, в той или иной степени бодрым, то есть он откуда-то взял за период сна энергию, хотя пищеварение не шло. So, when you go to sleep, even if you are tired, then you wake up energetic to some degree, even if there is no digestion during that time. А вот с водой сложнее. But it is more complex with water. Потому как вода есть уникальный растворитель, благодаря которому идут в нашем организме все биохимические реакции, и без этого они не могут идти. Because water is a unique solvent that is a base for all the chemical reactions in our body, and the reactions cannot have place without it. Каким образом те настоящие праноиды, которые существуют на таком виде образе жизни и питании, каким образом они удерживают воду, и как выходят из организма те шлаки-токсины, которые образуются в результате обменных процессов любых, неизбежны? Это вопрос большой. So, it is a big question, how do true veterinarianists, who do not consume food or water, how do they contain water within their bodies, and how do they get rid of all the toxins that appear during all the biochemical processes? У каждого человека, у каждого высшего животного есть выделительная система, достаточно сложная. Это вы все понимаете, что есть выделительная система, которая включает бочки, мочевой пузырь, кожу, так сказать. И если не происходит таким образом выделение из организма шлаков-токсинов, они травят нас, человек просто погибает. So, all people and all higher animals, they have systems allowing, quite complex systems, allowing them to get rid of toxins that are gathered in the body during the biochemical processes. And if we do not get rid of these substances, a human may die of intoxication. Разумеется, про наед, перейдя определенные стадии личной своей эволюции, то есть, как правило, перейдя вначале там на вегетарианство, потом на сыроедение, и определенные методики очистки он использует, как правило, то, безусловно, таким людям, более очищенным, ну, скажем, меньше надо выводить из организма шлаков-токсинов, но ведь они все равно образуются. Пока человек жив, клетки делятся, клетки обновляются, значит, продукты распада в некоторой, хоть в некоторой, пусть в малой степени, должны выходить из организма. So, even if a man is a vegetarian, or he eats only raw food, and uses some methods of cleaning his body, still the cells are dividing, the cells are dying all the time, are renovating, so there will be products of these processes, So, not so much as if we have a usual human being, but still, and a human body needs to get rid of them. Есть еще один момент, который не совсем понятен, это касается минералов. And there is one more thing that is not quite clear, it concerns minerals. Сложные органические соединения, в той или иной степени, как я привел пример насчет белков, они могут в какой-то мере синтезироваться. Well, human body is capable of synthesis of some complex organic compounds, as I've said before. А минералы либо поступят в наш организм, либо не поступят с пищей. But minerals are, either we take them into our bodies with the food, or don't take. Если пранаед в какой-то мере, извините, ходит в туалет, пусть, значит, тем не менее редко, но это происходит, то часть минералов из организма уходит, вымывается. А значит, должно быть какое-то поступление новых, чтобы соблюдался хоть некий какой-то баланс. Ну, и, разумеется, есть определенные еще теории, так сказать, что изменяются каким-то образом лейкоциты, которые приспосабливаются, то есть у них процесс, ну, скажем, уничтожения клеток и переваривания своими ферментами уходит каким-то образом, и они начинают быть лояльны, вот, и даже чуть ли не превращаться в какие-то подобия хлоропластов там, и процесс фотосинтеза в них идет, как примерно у растений. Ну, есть такое мнение? Есть. Значит, глубоко этот вопрос я не изучал, но скажу, что, например, действительно холорофил растений от гемоглобина животных, только наличием отличается ионов магния, а не железа. Ну, я не изучал этот вопрос глубоко, но я бы сказал, что главная разница между животным и животным является, что животные содержат магниум, и человеческое тело содержат животные, животные содержат феррум. Стоит глубже изучать, конечно, те биологические, биохимические процессы, которые происходят с организмом человека, который перешел на солнцеедение, праноедение. Если с сыроедением все очень просто, то, конечно, с темой уже праноедения, так сказать, сложнее. Ну, это вот такое вступительное слово по праноедению. Может быть, здесь какие-то будут вопросы? Очень много вопросов. Меня само очень интересовало именно вода и минералы, и я думала, что я вам в первую очередь, вот у меня даже записано, в первую очередь задам этот вопрос. Перед вами сегодня, вчера, прошу прощения, выступал Виктор Трувяна. Это человек, который утверждает, что он 7 лет не пьет воду. Мы упоминали про Ахлоджане, которого тоже, может быть, вы читали, слышали, да, что он 67 лет не пьет воду. Вот, и Виктор говорил, что у него был период, когда он находился под медицинским наблюдением, и можно будет этот ролик потом посмотреть, он сказал, где. И плюс еще... Окей, so the first question, I have concerns water and minerals, because I am concerned with this, too. Yesterday, we had a speaker, Виктор Трувяна, who asserts that he has been living without water for 7 years now, and that he has had medical examinations, and we can see the results on YouTube. He told us the address. Yes, and also we know the examples of other people, who claim that they live without water. Виктор утверждает, что он в туалет вообще не ходит. And Виктор says that he doesn't go to the toilet at all. Зинаида Григорьевна Баранова, не надо рассказывать, кто это. За 12 лет сухого проносияния я употребляю больше это слово, потому что проноединение не совсем соответствует действительности. Зинаида Григорьевна Баранова утверждает, что раз в две недели у нее происходит очищение организма, и она ходит в туалет. И у меня тоже есть опыт четырех месяцев нахождения в режиме без воды. Интересно то, что я ходила каждые четыре дня в туалет. И у меня из кишечника сбрасывалось очень много воды. И я дизчаржала много воды. И, естественно, вот те вопросы, которые Вы затронули именно по воде и по микроэлементам, здесь самые интересные. Можете как-то прокомментировать? Да, конечно, могу. В таком случае можно предположить, что у тех людей, кто на данном типе питания и образе жизни не ходит в туалет, но не пьет при этом воды, каким-то образом вода из атмосферного воздуха в результате конденсирования, еще каких-то процессов поглощения, переходит через легкие, через альвеолы в капилляры крови, соответственно, каким-то образом это происходит. Каким? Другой вопрос. Но если это правда, значит, это происходит, скорее всего, таким образом. So I can suggest that in this case, in people who live such life without water, water in some or another way gets condensated in the lungs and gets sucked into their blood. Well, I cannot say how exactly it happens, but obviously if we see such examples, it happens. Еще один способ – это впитывание воды через кожу, то есть когда человек купается, плавает. Or maybe another way is in taking water through the skin, for example, when you have a bath or swim. Что же касается минералов, можно предположить, что опять-таки каким-то образом, потому что я не знаю каким, они остаются в организме. Если человек долгие годы не пьет и не ест, ну или, допустим, пьет, тут понятно, минералы могут поступать с водой, да, а если он не пьет, не ест, то минералы остаются в организме, ну и тогда, соответственно, человек не ходит в туалет, как уже было сказано выше, тогда понятно. As to minerals, I would say, I don't know how anyway, but I would say that in case of people who do not intake food or water, minerals are contained within their bodies and not lost. And in this case, as it was said, such men will not go to the toilet. Два слова о минералах. So, two words about minerals. Это, пожалуй, единственная группа питательных веществ, которая является незаменимой по-настоящему. So, maybe it is only nutritional elements that are truly irreplaceable. Существует около ста микро-макроэлементов, которые необходимы организму человека, как любому высшему животному в плане физического тела. There are about a hundred micro- and macro-elements that our body needs as, well, every higher animal. Усвоиться они могут только в коллоидной водорастворимой ионной форме. And our bodies can consume them only in the form where water is solvent. Если мы кипятим воду, жарим, варим, минералы разрушаются, они переходят в неорганическую, причем не просто определенную форму, структура разрушается, кристаллизуется, в осадок падает. Вы все видели накалы на чайниках, если вода не дистиллированная, разумеется. So, if you boil water or you boil food or fry it, the structure is broken and the minerals come into inorganic, unstructured form. Неорганические минералы не могут усвоиться организмом человека и никакого вида животного на нашей планете. So, and human body is unable to consume inorganic minerals, well, nobody is able to do that. Поэтому, наряду с другими факторами, человек, употребляющий вареную пищу, зарабатывает себе всевозможные артриты, артурозы, подагры, ну, разумеется, вместе с уратом натрия, например, это кто мясо ест, да, урат натрия, соли, которые являются основной причиной подагры. So, and those who eat boiled food and eat meat, they get inorganic minerals and salts, and all of this got stuck in their bodies, in their joints, and this way we get joint diseases. Живые биологически активные минералы в коллоидной водорастворимой форме могут попасть в организм человека и усвоиться только, во-первых, из воды, богатой такими минералами, или из живых овощей, фруктов, зелени. And a human body can consume organic minerals only from water, if it is rich in such minerals, or from greenery, from vegetables, fruits. Это говоря о воде и минералах. These are words about water and minerals. Спасибо, Юрий Андреевич. Я перед тем, как задать этот вопрос, очень, несколько недель, очень много штудировала все возможное, что можно о сухом голодании. И на одном из сайтов и форумов, сейчас не буду называть, потому что информация не точная, хочу у вас уточнить. Я столкнулась с тем, что автор писал, что эндогенная вода, клетки могут синтезировать воду самостоятельно. Слышали ли вы что-то о такой гипотезе? Не слышал. Не слышал. Самостоятельно это невозможно. Вещество само себя синтезировать? Да нет. Скорее тут речь идет о вариантах иных, о которых я рассказывал. То есть это некое конденсирование, это через легкие. Ведь человек огромное количество, несколько литров воды из воздуха при дыхании в день получает. Но и он испаряет, потому что кожа наша испаряет воду также. То есть вот этот баланс, это вопрос изучения. Но это возможно. Опять-таки человек моется, если, конечно, под дождем прошелся. Если он в речке купается, условно, или в море, да, то тогда человек получает воду через кожу. Это возможно. Спасибо. В 1969 году Академик Гулый издал на украинском языке киевское издание. Называлась она в углекислотатах, книга в углекислотах от життя. So the second question was about dry feasting and possibility of water synthesis in human body. And it is not possible, rather we have the case of water intake in one of the previously mentioned ways, through condensation or maybe through intake through the skin when bathing or walking under rain or whatever. So in 1969, Ukrainian академician Угулый, he has published his work CO2 and life. И он описывал, там очень сложные схемы для меня, так как я не профессионал, он описывал, что печень из глюкозы и воды, вернее, что печень разлагает воду на глюкозу и... сейчас забыла, к сожалению, столько лет помнила, 20 лет помнила, сегодня забыла. В общем, глюкоза и вода разлагается, а потом из этого синтезируется опять глюкоза. Вода распадается на О и... на водород, да, получается? Ну, на водород и кислород она может распасться. Да, там, вероятнее всего, вот из этого синтеза надо посмотреть, здесь она забыла. У меня есть эта книга, кстати, если надо, я покажу. То есть, может быть, где-то в этих вот как раз реакциях печени и создает внутреннюю воду? Ну, к сожалению, вы мысль вот этого ученого не передали. Я вспомнила, СО2 и глюкоза, из которой синтезируется вода, а из воды синтезируется глюкоза и СО2, распадается, глюкоза распадается на СО2 и воду, и происходит обратная реакция. Хорошо, ну, представьте, сколько человек потребляет глюкозы, либо он вообще, если ее не потребляет, ну, вот человек уже на этом типе питания, да, на праническом, так получается тогда, что у него есть некие запасы этой глюкозы. Ну, если, конечно, он не синтезирует ее вот такими методами, аналогичными фотосинтезу растений, то, еще раз, все равно, давайте посмотрим. Да, печень имеет запас глюкозы в виде животного крахмала. Это полисахариды, это гликоген. So, let's look at the reaction, we need glucose for that, and human body needs to consume, to intake glucose from a source. And if we do not intake food, that means that the body has some internal stock of the element, По мере необходимости гликоген расщепляется и образует большое количество глюкозы, которая является основным питательным элементом в процессе образования энергии. Что же касается воды, получаемой таким способом, то это не совсем логично, хотя бы потому, что этой глюкозы ну так мало, а воды нужно так много. То есть речь идет в сотни раз по массе, в тысячи превышающей. Поэтому полагаю, что это здесь не имеет прямой никакой связи, если только нет иных данных, которые сейчас просто не смогли передать, озвучить. Само название книги «Углекислота и жизнь» Иллюстрирует то направление, в котором Гулу работал. Иллюстрирует все обменные процессы в организме привязывал к углекислоте. Иллюстрирует все обменные процессы в организме привязывал к углекислоте. Это и накопление. Накопление. Иллюстрирует все обменные процессы в организме. Ну, тут удивительного ничего нет, потому что в процессе дыхания, как нашего с вами через легкие, так и клеточного дыхания внутри нас, да, кислород потребляется, а продуктами распада образуется, так сказать, углекислый газ, который выносится из нашего организма. Растения даже ночью имеют обратный процесс, процессу фотосинтеза, который идет при свете. Ночью растения потребляют кислород и выделяют тоже углекислый газ. Огромное количество углекислого газа выделяют почвенные микроорганизмы. Я говорю о глобальных процессах, которые происходят в биосфере. Когда-то на нашей планете концентрация углекислого газа была выше, чему свидетельствует отложение углекислого газа в виде карбонатов различных, то есть в виде углеродов, запасов, то есть в виде именно углеродов я имею ввиду каменный уголь, нефть, газ. Но если концентрация углекислого газа в организме человека высока, то организм закисляется. Скажем, все среды нашего организма, и это и есть истина, поскольку таковы законы природы, и поскольку это простые лабораторные изучения. Любой медик подтвердит, что все среды нашего организма, кроме желудочного сока, имеют щелочную реакцию. Кровь, лимфа, панкреатические соки, иные жидкости, все имеют щелочную реакцию. Есть определенные константы, строгие, и кровь, например, как главный носитель вот этой вот константы, имеет всегда диапазон 7,42-7,43, Паш. Если в организме есть или попадают в него закислители типа азота, то есть мы говорим о белках, в том числе животных, или углекислого газа, избыточное количество, которое по той или иной причине образовалось или поступило в организм, то для того, чтобы вернуть кислотно-щелочной баланс в ту норму реакции, которую заложила в нас природа, организм тратит огромное количество щелочных металлов. И если появится, что источник СО2 в тело слишком高, то тело потратит огромное количество металлов, чтобы восстанавливать баланс, асидическую баланс в их лимфе и оборудовании. Эти щелочные металлы, минералы, как раз то, о чем я говорил, которые являются незаменимыми, они имеют щелочную среду и они сразу поступают при нехватке из, например, продуктов питания, как резервы из костной ткани, ну, это как раз причина остеопорозов основная, как раз на погашение реакции окисления в сторону ощелачивания. Так что сами биохимические процессы биологические говорят о том, что излишки углекислоты, как и азота, вредны. А какие-то конкретные исследования нужно просто в конве этих исследований и изучать. И если есть какие-то конкретные серии, то мы должны исследовать их по исследованию. Практически 60 лет назад Бутейко, как вы знаете, Фролов и многие другие как раз говорили о необходимости накопления от СО2 в организме. И есть много примеров действительно подтвержденных медициной, излечений от страшных заболеваний. Ну, это часть вопроса. Но это часть вопроса. Секундочку. Если мы посмотрим на религиозные, духовные направления Востока. Если мы посмотрим на пранаямы, то они как раз направлены на активное увеличение СО2 в организме. Причем в фактически гипертрофированных дозах относительно обычного человека. И люди выходят на сверхспособности. Прокомментируйте, пожалуйста. Я никогда не исключаю возможности таких, которые, например, наука еще не понимает, хотя честная наука многое понимает. Это можно, так сказать, имея определенные научные данные, конкретные, да, проверенные и конкретные работы, чтобы в руках держать и анализировать. Я всегда за это. Но пока я таких данных не видел. Я знаком с методикой Бутенко и более 25 лет назад проходил занятия у его последователей. Противоречий здесь я никаких не вижу в плане того, что положительные результаты были. Сейчас объясню, почему. Мы можем также упомянуть здесь Болотова, который лечит именно закислением организма. То есть, собственно, закисление всегда происходит при избыточном содержании углекислого газа. А Бутенко лечил... Ну, условно, кто не знает, это задержка дыхания, увеличение внутреннего концентрации углекислого газа именно в организме. Несмотря на то, что это противоречит не просто научным данным, а просто законам природы, то есть биохимическим процессам, которые протекают в нас именно потому, что они... Так уж природу устроили, а не потому, что мы так хотим, либо какие-то ученые этого хотят. It seems to violate even the laws of nature, not even some scientific theories, because we speak here about natural facts, not only some theories that researchers or scientists like to assert. Но тем не менее, существуют и эффекты плацебо, когда люди выздоравливают от, казалось бы, неизлечимых заболеваний. Любые противоречивые, диаметрально-противоположные методики лечения порой приводят к положительным результатам. But also we know about the placebo effects when people get well, even without applying any medical intervention or attention, and even very contradictory methods may lead to success. Вот, например, методика ЛАПО, которая как раз ощелачивает организм, и в этом есть абсолютное научное понимание этих процессов, к тому же, насколько я знаю, там почти на 100%, ну, практически положительный результат, но это, по крайней мере, понятно с точки зрения науки. So, there is a contradictory method, method of LAPO, that leads to increase of oxygen in our body, so, and it is quite understandable from the scientific point of view. Еще раз хочу подчеркнуть, что у нас есть незыблемые константы, это постоянство сред нашего организма, да, и они обладают определенными физико-химическими критериями. I will say once more, we have some chemical constant figures in our bodies, figures reflecting the constant condition of our internal environments, for example, blood, and they have specific chemical effects. Например, вода обладает такими свойствами, как коэффициент поверхностного натяжения, измеряемый в динах, в определенных единицах измерения, или, скажем, окислительно-восстановительный потенциал, который в клетке, вода, в живой клетке нашего организма имеет потенциал минус 100 милливольт. Ирина Андреевич, а Вы английский знаете? Нет. Не знаете, потому что девочка не поняла, как это называется. Ну, скажите так, что есть определенные физико-химические характеристики живой воды внутри клетки, и те методы, которые приводят к закислению, в первую очередь, наличие высокого содержания углекислого газа, они приводят к изменению этих параметров, и в том числе порой иногда необратимых. Так, 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 так. Но так называемая раскачка организма, то есть резкое, как бы, ну, не запредельное окисление, а потом ощелачивание обязательное, может привести к неким, как любая раскачка, как, то есть может привести к определенным положительным результатам, если за окислением идет ощелачивание процесса, так же, как и когда человек занимается активным спортом или резко ускоряет, например, бег, и это сопровождается ускоренным сердцебиением, то кровь лучше проходит в определенные участки периферических отделов тканей, в каждую клеточку, это плюс. И таких плюсов и минусов может быть очень много, и если человек совмещает в себе, значит, вот определенный набор положительных занятий и, значит, воздействий на себя, и отрицательных, это и есть тот баланс, который может положительно или отрицательно сказаться на здоровье. Но это изменительно negative, это изменительно negative, что он поднимается на тело, каково��, то есть у меня воздействие реактивной по Derожатой, в большей наказке, это может быть и очень позитивно, если мы не удерживаемся к экстриму, но мы вернемся к натуральным кондиционам, И это может быть очень позитивным эффектом, как, например, если мы ходим, и когда мы ходим, то our blood circulation будет гораздо лучше, и это может быть в то части системы, которые обычно не были covered, и эти эффекты, и эти эффекты. Но нужно помнить одну непреложную истину. Вот этот параметр, к примеру, а таких много, крови, 7,43, да? Если организм по каким-то причинам так окисляется, что 7,39, человек просто умирает, просто умирает. Поэтому это есть те самые константы, которые определены природой. Иные какие-то сверх неподдающиеся, скажем, научным объяснениям варианты, может быть, и существуют, но в них нужно разбираться. But we have to remember that these are constant figures. For example, blood pH is 7,43, and if it drops down to 7,39, a human being will die, and this is a fact. So we have to remember about that. And as to other processes, they may vary, and we may not be aware of many features and specific traits. Я не отрицаю вообще трансформацию вещества. В принципе, это возможно. Достаточно сказать о том, что в 1933 году таблица Менделеева была мировому сообществу фактически подменена. Кто найдет прижизненное издание, например, 1903 года, таблица Менделеева увидит, что там есть нулевой ряд и период, есть эфиры, которые потом убрали, подменив всю сложность взаимоотношений элементов в природе. И, возможно, кто умеет, чтобы найти, например, очень старый этап этого таблица, они увидят, что в 1905 году он был один еще раз, один еще период, и он был эссер, которые потом были убрали. Все снимается. Сейчас все снимем. Я знаю, что у вас есть очень интересные страницы, очень интересный сайт. А скажите, пожалуйста, есть ли там те материалы, вот вы говорите, если найдете, может быть, у вас уже есть это, и можно будет дать ссылочку на то, о чем вы сейчас рассказываете? Ну, мой блог юфролов.ру, а можно просто в любой поисковой системе, в Яндексе набрать просто «Фролов Юрий Андреевич», и на всех первых местах, нескольких страниц, меня вы найдете по любой из ссылок. В моих лекциях можно найти практически все, о чем мы сегодня говорили, да, по крайней мере, кто захочет или поделиться со знакомыми, с друзьями, спасти кого-то и так далее, тот может просто дать вот эту информацию для размышления, которую я в своих лекциях общих даю. Есть у меня вводные для начинающих, для тех, кто вообще не понимает мир, в котором живет, а есть более глубокие, например, там, когда мы разбираем онкологию, там, и прочие серьезные темы, да. Спасибо. А вот таблица, про которую вы говорите, она там размещена? Нет, таблицу не разместили, но ее очень легко найти в интернете, ну, если надо, мы ее разместим. Да, разместите, пожалуйста, это интересно было бы. Спасибо. А я с химиками, с многими говорил, они сначала в шоке, потом они начинают понимать и говорят так, что вот теперь становится картина мира более понятным. Если понимать всю стройную вот эту картину целостную мира, а не фактически вот эту, знаете, зубрежку без логики. So, and many, the first issue was about the blog and about materials placed on the Internet, and you can easily find them there. And we will have the address written on our web translation then on YouTube, and anyone who would want to illuminate themselves on the matter, they can watch there. И, в самом деле, хемисты говорят, что эта фотография мира, которая описана, что в первую очередь, она гораздо более вовремя, чем фотография, которая сейчас есть. В определенных видах эфира. Частично этими знаниями обладал Никола Тесла, и некими силами природы он мог даже и управлять. Эта тема действительно крайне интересна, и, возможно, мы будем ее освещать в моем блоге. Спасибо. Я сейчас задам практические вопросы. Но вы настолько глубокий и интересный человек, реально надо третий конгресс делать и посвящать этому больше времени. Скажите, пожалуйста, вы упоминали о азотофиксирующих бактериях. Это какие можно, например, как их можно взрастить? Препараты. Вот лактобифидобактерии, лактобифидомбактерин есть. Я почитала, что у нас должна 10% быть кишечной палочки. Но если превышает 10%, это уже патология. Соответственно, кишечную палочку потреблять не в какой... хотя она есть в аптеках. Ни в каком виде не целесообразно. То есть вот что нам нужно, чтобы включились эти механизмы? Я сейчас перейду к практическим вопросам. Вы очень интересный человек, и мы уверены, чтобы сделать этот конгресс и приглашать вас туда. Но вопрос о бактериях, которые способны протеин-синтезиси в системе питательных людей. How can we grow this microflora? How can we grow this bacteria? Because we know ways how to support our symbiotic bacteria. And maybe there are ways we can support this bacteria. Понятно, что для ее размножения нужна клетчатка в начале. А какие, может быть, вы дадите рекомендации от препарата, если можно, которые доступны, то есть некоторые люди... Некоторые пьют грибные квасы, еще что-то. Is there any medical prescriptions or any substances we can take? Because it is understandable that we have to consume cellar to support our bacteria. And probably there are easy ways to support these bacteria. Ну, в первую очередь, нужны знания, а во вторую – здравомыслие. Well, first of all, you will need knowledge, and secondly, you will need common sense. В кишечной палочке существует несколько десятков разновидностей, и некоторые из них являются условно вредными, если они проникают не в те места, где они должны дислоцироваться, например, в половые органы и в мочевой пузырь. Но тогда, да, это определенные патологии. А если они обитают в отведенном природой месте, то есть в тонком кишечнике, в нижних отделах, то тогда как раз они способны, они аэробные, то есть в присутствии кислорода живут, существуют, они могут вот даже B12 синтезировать нам. Таким образом, мы имеем несколько десятков типов бактерий, и некоторые из них очень патогениевые, если они occurны в некоторых местах, они не должны быть в, например, в гениталии и в университетах, но если они живут в местах, они должны жить в местах, и они кислородят в оксиде, такие бактерии могут даже синтезировать протеины и быть 12 для нас. Хочу также подчеркнуть, что нам нельзя забывать о так называемом микромире вокруг нас. И если с вирусами, бактериями, грибками, хотя не со всеми, но тем не менее с большинством организм крепкий, с сильной иммунной системой может бороться, то с паразитами, я имею в виду глистами определенными, гельминтами, далеко не со всеми может бороться. К примеру, если эхинококк циста начала развиваться и расти в печени, то единственный способ избавиться – это прямая операция. Поэтому призываю всех в данном аспекте соблюдать жесткие правила гигиены. Кстати, именно об этой важнейшей теме, об этой важнейшей проблеме у меня скоро будет несколько вебинаров, крупных достаточно вебинаров, которые вы можете найти и еще принять участие, посетив вот мой блог, а на нем прочтя информацию об этих предстоящих вебинарах по паразитам. В этой тематике кроются очень многие, на первый взгляд, кажущиеся неразрешаемыми, проблемы многих людей, в том числе сыроедов и праноедов. И вообще, многие люди, которые используют, не могут быть решены, они находятся в этом смысле, и также это проблемы, которые только ехалируют, которые только ехалируют, или бредсеренов. Мы вообще не учитываем очень многие важные факторы, ведь очень много этих факторов влияют на наш организм. К примеру, если за стенкой вашего дома, квартиры расположен высоковольтный кабель, то, так сказать, каким бы вы человеком не были праноедом-сыроедом, то вы получите такое воздействие электромагнитных полей, в результате которых, может быть, от любой формы рака до любой формы органических изменений в организме. И, в самом деле, мы не можем видеть влияние многих факторов на наших жизнях. Например, если мы живем в квартире, и у нас есть главная полярель в одной из стенах, то, не зависит от, может быть, если вы только ехалируют или вы, бредсеренов, вы все равно будете эффективны от электромагнитного field such force что вы можете иметь канцер or some other disease. Вдыхание тяжелых металлов с какого-нибудь проспекта, шоссе, или, скажем, так сказать, облучение любого рода также влияет на организм, и трансгенная еда пагубно влияет на организм, это мягко говоря. Так что, существует очень много факторов, воздействующих на наш организм, как положительно, так и отрицательно, и нельзя не учитывать эти важнейшие факторы. Поэтому я говорю, что знание – это сила, действительно. И умение анализировать сложные процессы и явления. And also analytics skills and critical thinking towards difficult and complex processes. Беспристрастно анализировать. Objective critical thinking. So, maybe you still give some practical advice, because there is a field of experimentation here. For example, we can think that it would be better to intake bacteria not orally, but through other way, and we should know which way is better. Well, the first thing is that our body will never get rid of or will never lose our symbiotic microflora. And even those people who had appendix surgery and it is unique organ that synthesizes and helps these bacteria. Даже эти люди способны к полноценной трансформации вещества, к тому, что у них все-таки сохраняются в пищеварительной системе пусть небольшое, но количество представителей данных групп видов бактерий. И когда благоприятные условия среды, очистка организма, другие факторы позволяют начать им активно размножаться, они начинают активно размножаться и начинают выполнять те, соответственно, процессы, которые природа им отвела в нашем организме. Even those people, they do have symbiotic microflora in their digestive system and if the environment is favorable, the body is clean and so on, then the microorganisms they start dividing and even such people are capable of full scale and full life. Когда мы поедаем различные фрукты, зелень особенно, мы заносим к себе в организм штаммы тысяч видов бактерий, вирусов и прочих. И в том числе симбиотических нам. И они могут прижиться, они могут размножиться. Это я говорю о тех людях, которые по какой-то причине имеют дисфункцию вот этого, скажем, баланса организмов, микроорганизмов в нас. Когда мы ем фрукты, и особенно гринорид, мы берем тысячи типов бактерий, включая симбиотические бактерии, и это помогает распределить колонии таких бактерий в нашем диагестивном системе. И, ну, сейчас я говорю о людях, которые могут проблемы с микрофлорой. Но действительно существуют иногда проблемы, ну, скажем, из-за которых действительно искусственным путем желательно ввести определенные культуры. Да, это сложные формы дисбактериоза, хотя это не заболевание, это нарушение вот этого баланса определенных микроорганизмов, микрофлоры, микрофауны нашей внутренней. Так вот. И конечно же существуют лаборатории, медицинские институты, которые культивируют определенные бактерии, в том числе симбиотические нам. Но не все то, что продается и выдается рекламой за полезные микроорганизмы, я говорю сейчас о всяких йогуртах, бифидомолочных и прочих, хотя бифидобактерии и к молоку мало какое отношение имеют, но тем не менее ассоциация такая у людей. Так вот, это совершенно не значит, что это продукты полезные для нашего здоровья. я бы warn you against many things that are many products that are widely advertised in our community that these are really healthy and helpful bacteria for example in various yogurts and stuff though they are associated in our minds with this type of bacteria it doesn't mean that it really works so-called молочные products they are harmful to us пользa никакой не несут молоко естественным путем может быть использовано только в одном случае если мать любого вида животного на нашей планете млекопитающего кормит своего ребенка своим молоком так природа отвела это нормально подробно я про это сейчас говорить не буду это есть очень подробно в моем блоге три статьи целых мои о молоке и молочных продуктах и практически в больших глобальных вебинарах я об этом подробно рассказываю вы поймете все досконально well actually diary products they are harmful to our bodies and the only way milk can be intaken by our body is from our mother and this is the only way milk can be useful and healthy for us but i devoted three articles on my blog to this issue so if you are interested you can open my blog and read them говоря о симбиотических микроорганизмах о бактериях нужных нам when i talk about symbiotic bacteria about the bacteria we need я хочу сказать что в критических ситуациях после химиотерапии иных каких-то ну отягощенных последствиях да воздействия на человека когда микрофлора погибает ну в большей степени практически все i would say that in critical situations in critical situations for our body for example after a chemios therapy when microflora is almost killed in our body тогда помимо определенного питания действительно стоит рекомендовать некоторые препараты содержащие живые культуры определенных видов бактерий then together with nutrition i would recommend some medicals that do contain specific bacteria хотя считают можно делать только в критических ситуациях so i think that it can be done and should be done only in critical situations и уж говоря о конкретной рекомендации ну по крайней мере производителя да я бы мог назвать ну из того что я знаю и проверял as to practical and specific recommendations for example manufacturer i can advise from my own personal experience это некоторые препараты живых культур продаваемые потому как они не сами это производят фирмы коралловый клуб these are some life bacteria products that are sold by well they don't not produce it by the coral club company у них есть препараты абсолютно безопасные которые действительно садят штаммы культуры бактерий определенных которые являются нам симбиотическими которые поселяются и выполняют свою функцию they do have bacteria cultures that really are consumed by our bodies and they really live in our bodies and perform their functions об этом у меня в блоге будет небольшой маленький раздел но кому интересно и важно может просто ну пока как сделать написать через блок мне письмо и мы вам вышли эту информацию и ссылки на определенные страницы именно официального потому что сейчас много поддельных сайта кораллового клуба и на эти препараты разумеется это не единственное но если вы интересны сейчас вы можете написать мне через мой веб-блог и я вам даю всю информацию и все ссылки к настоящему веб-сайтам потому что у нас есть много фрагов об этом вопросе и вы получите всю информацию и все ссылки к коралловым веб-сайтам разумеется это не единственная фирма которая продает препараты которые действительно помогут в данной ситуации но это то что я знаю и что я могу с открытой совестью рекомендовать сразу хочу подчеркнуть что я говорю положительно так не о всех препаратах продаваемых фирмой коралловый клуб а я знаю 20-30 препаратов а у них более трехсот которые действительно являются уникальными про них я рассказываю и даже советую когда ко мне обращаются люди с вопросами порой очень критическими ситуациями наряду с изменением образа жизни питания и поддержкой определенными препаратами которые являются абсолютно живыми натуральными из растительного сырья правильно собранными значит и это имеет место быть и действительно иногда просто вот комбинации правильных методик и мер просто творит чудеса ассо а а и рекомендовать производятся дэскwith приятным потребностями рекомендовать в что происходит в курит Empire вода редкость Есть замечательная фраза, я бы сказал, даже это такая непреложная истина, можно назвать так, что если методика лечения выбрана верно, результат наступает сразу. So, there is a sentence and I would affirm to it that if you select the right method, the right treatment, you will see the result immediately. Thank you very much. I have a great experience and great statistics of transferring to brisserenianism. as to myself, or my pupils, or people I know. I have seen a lot of unexplainable processes. For example, human weight can differ within 24 hours up to or down 2 or 5 kilograms. Do you have any suggestions or hypothesis about that? Well, if we think about losing weight if someone doesn't eat anything, but the weight is not falling, but the weight is not falling. So, if we think about losing weight if someone does not intake food and water, then it would be only necessary, only natural, I'm sorry. But then, if we think that this is right, and a human being can gain weight in such situation of not taking food or water, then I would have no explanation to that. But I can suggest, well, theoretically mainly, that the weight can be gained through proteins or starch. I'm sorry, not from the proteins, but from fats and oils, but not from proteins. So, the air we breathe contains humidity and also CO2 together with other gases. So, if we think that there is some of the unknown to the science chemical process of synthesis, then we can easily see that the air and humidity in the air contains all the necessary elements and gases to start such fast process. Второй вариант таков, что человек долго, ну, не ел, не пил, и все-таки, может быть, терял вес, хотя, говорит, буквально за день, но, допустим, человек, опять-таки, искупался, естественно, он может несколько литров воды, особенно обезвоженные ткани, ну, к примеру, я так говорю, это теоретически, впитать в себя большое количество воды, тем самым вес резко наберется. So, my second suggestion would be that a human being or a man who hasn't been taking in food or water for some time and has been losing weight, at some point he, for example, goes to the bus and especially if he has a case of dehydration, he will, well, can at once intake up to several liters of water. Well, this is the suggestion only. Ну, и еще одно предположение, это та самая трансмутация вещества, то есть те самые неизведанные пока еще науке свойства эфира, которые, возможно, и вызывают только такие реакции, но только непонятно, почему так резко за один день. Конечно, это ненормально, но, возможно, у этих праноедов идет какая-то стабилизация работы вот этих систем, которые только отлаживаются. Если подумать дольше, можно выдвинуть еще какие-то предположения. А это вот из той области, что я вначале говорил о свободном переходе электронов. Вполне может быть. So, called atomic synthesis, it may be of the field I was speaking about lately, about the free transition of electrons, free electron jump. And so, this also may be the case. Если было бы все проще, если бы не такой резкий перепад, плюс-минус 5 килограмм за день. Когда я была в сухом режиме, я демонстрировала сама врачам, жалко не было камеры. Но сейчас, надеюсь, опять перейду в сухой режим и покажу еще раз это на видео. Выпиваешь строго дозированное 50 грамм воды. Через 7-10 минут становишься на весы. И стендапа на скейлах в 7-10 минутах. Плюс килограмм или кило двести вес. Мне никто не смогут объяснить. И никто не смог бы объяснить это мне. Но это, вероятно, и есть какой-то непонятный и быстрый, сверхбыстрый вот этот скачок трансформации материи. Может быть, это трансмутация очень быстро, очень быстро. И свободными электронами. Я думаю, что это связано с эсэр и свободными электронами. Я хочу провести одну аналогию. Возможно, она натолкнет вас на, может быть, открытие. И я хочу сделать аппаралл здесь, и, возможно, это будет начать открытие. В медицине множество примеров. Когда человек обладал очень большим весом, нам 300-400, и 500 килограмм. Когда, например, человек обладал огромную весу, например, 200-300 килограмм. И под наблюдением медиков он худел и доходил до 100 килограмм, например. И что-то случалось у него в жизни, какой-то предел и срыв. И он начинал опять набирать вес, кушать много и набирать вес. И вот если почитать википедию о таких людях, там описывался конкретный случай, когда женщина за, по-моему, две недели, я сейчас, ну, в пределах 10-2 недель, набрала 95 килограмм и умерла от остановки сердца. То есть после того, как человек похудел, набор веса вдруг ускоряется в разы. Ну, тут прямой аналогии нет, хотя, если брать в кавычки от одного печенья несколько килограмм, то это может быть связано с задержкой воды в организме. There is no direct relation, but maybe if we speak about cookies and weight, it can be related to water containment. Я видел информацию, смотрел и видео, и печатную о таких людях, которые 500-600 килограмм, и видел, сколько они едят, поверьте, это несколько ведер в день. То есть если две недели, 10 дней, то они могли набрать, и к тому же воды тоже пьют, ну, не воды, правда, к сожалению, они по пси-колу пьют, но неважно, да? То есть это важно, это принципиально важно, но тем не менее, да, там может быть съедено больше этого веса. I've read and learned about such people, and they weighed about 500 килограмм, so I can say that they eat a lot. They eat so much that they actually can eat 95 килограмм, if we take together with water, though they don't drink water, they drink soft drinks that is much worse, carbonated drinks, so it is possible to gain 95 килограмм within two weeks. Юрий Андреевич, я могу вам предоставить огромное количество свидетельств. У нас в сообществе очень много дневников, и этот процесс очень заметен. То есть так как у меня люди переходят на проносеяние, и долгое время не едят, потом бывают какие-то психологические срывы, и что-то тянут в рот. Причем это может быть финик, печенье, то есть полстакана сока, действительно, мы сейчас не говорим о бедрах, и мы не говорим о людях, которые весили 500 килограмм, то есть мы говорим о людях, которые там не ели 2-3-4 месяца, потом съели финик, становятся на весы плюс 2-3 килограмма, то есть это нереально физически, но у меня таких свидетельств огромное количество. Ну, это другое дело, и если такие наблюдения и существуют, они есть, то тогда надо их обязательно изучать. Но предполагаю здесь то, что говорил уже выше, что тут может быть, поскольку это не прямое вещество физическое, то значит идет трансформация, какая-то трансмутация вещества из, ну, скажем, опять-таки это, возможно, эфир, каким-то образом быстрая трансформация в материальный такой привычный мир нам. So, as I've said before, and this is totally different issue, so, as I've said before, it may relate to transmutation of the matter, and in this case, the physical amount of intake and substance doesn't actually matter, and the result does not depend on it. А вот каким образом это происходит, нужно изучать. But we need to study how does it happen anyway. Спасибо. Еще по ходу очень важный вопрос. Вы знаете, что сейчас очень много говорится о питье соды, делают содовые клизмы, делают содовые капельницы, пьют соду, гашеную, не гашеную. Два слова, пожалуйста. Ну, я говорил это очень много, многократно, десятки раз в своих выступлениях, везде два слова, что имеет место быть, когда организм сильно закисляется, вот тогда любая щелочь будет благом, потому что она возвращает реакцию до нейтрализации, то есть убирает излишние кислоты, как раз щелочь. То есть содовым нужно пить? Можно, но вот, допустим... А капельницы содовым? Так это делают как... Вот дело в том, что в реанимации, вообще другая медицина, совершенно параллельная той обычной, они как раз применяют не то, что там теоретически как-то считается научным сообществом, а то, чтобы спасти непосредственно быстро жизнь. И порой часто просто в вену раствор действительно льют, там, и глюкозы той же с щелочными минералами, и как раз соды в том числе, и воды теплой дают, это один из методов, много воды обильной теплой содой, да, потому что, как правило, остановка сердца или какие-то, ну скажем, проблемы с сердечно-сосудистой системой связаны с тем, что кровь становится густой. Это происходит, потому что идет окисление как раз организма, вот к чему я говорил до этого. Так, еще очень серьезная проблема, с которой мы столкнулись в сообществе, это гной в лобных пазухах. Что Вы порекомендуете, как можно его быстро удалить? Если он уже начинает... Значит, для этого надо лимфатическую систему чистить снизу, то есть начиная с кончиков стоп, ног, грубо говоря, а это значит, первый барьер, это толстый, ну, вокруг кишечника более 200 лимфоузлов, и чистить печень, потому что здесь печень забивается сразу, автоматически, кровоток ухудшается, венозный и лимфоток, лимфодренаж в нижней части тела. Если это происходит, следующее, страдают легкие, нижние доли легких забиваются слизью, гноем. Дальше проблема через материнское молоко и детям грудным может передаваться, это большая беда. Что касается геймеровых пазухов, то там действительно у большинства людей, как и в нижних долях легкий гной, и любые вот эти сопли там усвидетельствуют. Но что с этим делать? Есть разные методики. Ну, во-первых, когда человек просто очищает свой организм, а начинать надо с кишечника обязательно, потом печень, то уже это плюс большой будет. Системы дальше легче могут сами очиститься. Если у людей, конечно, нет уже части лимфосистемы в виде отрезанных миндалин, там, гланд, да, это хуже. Но есть методики, это когда мы берем определенный раствор, ну, скажем так, масло чеснока с свекольным соком и закапываем по определенной методике в ноздри, втягивая воздух в себя, тем самым провоцируя на выделение вот этой слизи гноя. Но глубоко эти процессы, то есть, скажем, очистить можно вот какими процессами. Есть такой корень цикламены, цикламены растения. Правильно собрано, имеет оно большую силу, но нельзя применять всем, сразу скажу. Могут быть аллергические такие реакции до спазмов дыхательных, что и к летальному сходу привести. Нужно пробовать малые доли капли, и только взрослым, а не детям. Но если это нет последствий реакции отрицательных, то вот такими методами за 2-3 месяца можно очистить все досконально. И гной выходит прямо из самых дальних частей пазов. А из легких? С легкими немного сложнее. Там нужна активная вода. То есть, дело в том, что все легкие пронизаны и кровеносной системой, и безусловно, но много барьеров. Мы же дышим еще постоянно, а там и пыль, и все остальное. Ну и часть легкие могут проникнуть, и постоянно процесс идет забивания вот этих и альвеол легких, микрокапилляров. Так вот, активная вода нужна. Что такое активная вода? Я объясняю на своих лекциях, но вообще это вот эти 10 основных физико-химических свойств воды живой клетки. Пьем мы неживую воду, и она не является активной. Поэтому вот в этом заключаются варианты вообще многих излечений. Вода – это великое дело. Недаром были понятия «живая вода» и «мертвая вода». А вот скажите, пожалуйста, сейчас есть очень много аппаратов, и какие, на ваш взгляд, во-первых, я не спрашиваю, какие аппараты, я не об этом. Какие параметры должны быть у аппарата? Вот я сталкивалась, например, после 10,5 пааж, она тогда нам даст пааж воды. 10,5 даст 7,3, 7,4, как вы говорите. То есть должно быть больше. Таких аппаратов разных много, но некоторые из них имеют только определенные функции. Например, делать католит-аналит, вот эту вот, скажем, мертвую и живую воду, когда разделяется на сверхщелочную, там, например, 10 пааж, и там на кислую, 5, скажем, пааж, да. И в определенных целях, понятно, кислое является антисептическим мощным средством, щелочная, вот, вместо соды, она может быть, когда изжоги, либо закисление организма, она может предотвратить размывание минералов ценных щелочных из организма. Это да. Но есть немецкие дорогие там аппараты, неважно, каких фирм, которые стоят там, ну, 150 тысяч рублей и больше, которые действительно вбирают в себя все функции. Тут правильно уместнее сказать не аппарат, а какой должна быть вода. И основные свойства скажу. А, вода должна быть химически чистой, то есть она должна быть лишена, значит, вредно-химических соединений, там, свинца, прочих металлов, да, например. Или там она не должна быть радиоактивной, но об этом всем понятно. Второе, вода должна быть лишенная в идеале. Девочка не перевела. А, будет переводить, а то и последняя же не переводит, поэтому я и подумал. Да, потому что у меня пауза. Паузу не дали. Ну, давайте. Мне не дают паузу, я не перевожу. Окей, there should be main characteristics of the water we consume, because it is really important, and water serves as electrolyte for our body to restore the chemical balance and chemical balance of the blood, for example. And there are different machines and equipment that produces water, and there are different types that can produce one or two types, and they are really expensive equipment. But mainly the thing you choose depends on what water do you need. And, for example, we have these parameters and characteristics of pH of 10 or 5. It depends on what you need. It will be oxidizing, or it can be electrolyte for the body. Вода должна быть лишена неорганических вредных минералов, то есть деминерализована. So the water has to be chemically pure and it should be without any non-organic minerals. На бытовом уровне самый простой способ это обратный осмос. Что это? Обратный осмос. Что это? Ну, научный критерий осмоса я могу дать, только он тем более усложнит. Обратный осмос. Это аппараты есть такие, маленькие приборы обратного осмоса, когда определенная мембрана и растворитель, скажем, проходит только растворитель, а раствор, то есть состоящий из минералов, остается на обратной стороне мембраны. Окей, so in domestic conditions, in any way, it will be reverse osmosis. Я все равно знаю, как это. Ну да, химически чистая вода, скажем так. Далее, вода должна быть минерализована, но уже органическими минералами в доступной ионной вот этой водорастворимой форме, о чем я говорил. Вода должна нести большое количество свободных электрических зарядов. Она должна быть с электропроводимостью минус 100, минус 200 миливольт. Такая вода внутри клетки. Но из-под крана течет вода обычно плюс 200 в среднем. Если такая вода попадает в организм, то она просто обязана восстановиться до тех параметров, которые характерны и необходимы для нашего организма. А на этот процесс расходуются из нашего организма. Миллиарды электронов отдаются от других клеток, отрываются, а это и есть воздействие, аналогичное воздействием свободных радикалов. То есть вода тоже может быть нести воздействие свободных радикалов. Следующий параметр – это коэффициент поверхностного натяжения. Это способность жидкости отдавать и принимать электроны. Но на бытовом уровне это один из параметров активности воды, то есть текучести. И вот чем вода более текучая, а это коэффициент 40-45 дин, коэффициент усвоения воды клеткой, вот она способна проникать в малейшие структуры и тем самым выносить шлаки, токсины из самых удаленных частей нашего организма. Я прошу прощения. У нас время уже на минуту идет. Скажите просто две цифры – ОВП и ПАЖ. ПАЖ должна быть в идеале 7,5-8, воду пить ПАЖ, вот ее, да? И что еще? ОВП. А ОВП должна быть в идеале минус 100-200 в этом пределе. А вот есть аппараты, которые делают минус 500, минус 300. Они делают, там есть другая проблема, что они, как правило, не дистиллируют сначала воду, а именно электроны переносятся неорганическими минералами. И эти приборы делают один плюс большой, что они ОВП минус 300. Но, например, другие физико-химические параметры плохо. И есть только одно. Ну, скажем, вот, я не знаю, назвать метод простой? Да, конечно, обязательно. Но дело, опять, просто не воспримите это как рекламу. Это просто правда. Что вот есть в такой коралловом клубе кальций-коралл, Coral Mine, порошок. Он, вот скажем так, если его в дистиллированную воду поместить и размешать, то мы увидим все параметры, которые возвращаются вот к той норме, то есть воды в клетке как есть. А это просто древние отложения определенных кораллов, их остатков, которые содержат и органические минералы, вплоть до уникальных, типа лития, кремния, там особо ценных, да? И вот... Хорошо, понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, многие люди берут, например, дистиллиант и добавляют, настаивают шунгит, кремний, серебро. Как вы к этому относитесь? So, tell please, many people take pure water, purified water, and they use shungit or silver, argentum, and to leave it in the water. So, what do you think about these measures? Вот когда у человека, извините за прямоту, расстройство кишечника, да, вот скажем, вот тогда это очень положительно, поскольку вышеприведенные все равно неорганические минералы, ну, скажем так, несут дезинфицирующие свойства, а другое дело коллоидный раствор того же серебра, это не то серебро, что мы, так сказать, в виде какого-то минерала или кремний неорганический. Там дезинфекторы мощные, а если мы хотим иные параметры, о которых я говорю, живой воды, то это не тот метод. So, this method may be useful, for example, if you have diarrhea, because silver gives, it is a great disinfectant. Спасибо. Я могу про это, скажем, будет про это у меня, вообще я касаюсь на своих вебинарах очень подробно, и в том числе, знаете, тему воды обойти нельзя, у меня есть вообще телевидение как-то переехало снимать, у меня есть такой, ну, там, он 10 минут показывали, а часовой фильм, который снимался, вот там во всем об этом я вообще подробно расскажу. Да, спасибо, я думаю, что мы очень глубоко это изучим. Буквально еще пару вопросов. Скажите, пожалуйста, вот я сталкиваюсь с тем, что у человека в носу, в носоглотке, как это сказать, очень слабые сосуды, и вот эти чистки, как вы говорили, они, во-первых, затруднительны, во-вторых, вот что в таких случаях делать? Ну, слабые сосуды, вы имеете в виду, что кровотечение? Да, кровотечение частое. Переводить буду, да? Да, конечно. Ну, на крепость и эластичность сосудов влияют такие вещества, как витамин Е, витамин А, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Ну, разумеется, необходимы определенные аминокислоты для этого и определенные минералы, в том числе цинк, сера, кремний. То есть нам в данном случае необходимо в холодной форме найти цинк, кремний? Да, это можно было бы найти и в продуктах питания, я имею в виду зеленых частей растений, например, дикоросов, сныть, крапива, лебеда, то есть вот такие, крапива там, да? Так что эластичность вещества и страниц вещества вещества влияет на витамин, например, витамин Е и так далее, и различные минералы, которые могут быть взяты в тело через зеленые и некоторые растительные планы. Современная проблема вообще человеческого общества еще в том заключается, что мы почти уничтожили землю, то есть если еще сто лет назад почва в возделаемых регионах, где велось сельскохозяйство, еще содержало большое количество ценных микроэлементов, таких как литий, например, то сейчас, значит, только по табличкам мы можем смотреть, сколько в данном там овощи, фрукте тех или иных минералов. На самом же деле, если проверить и сделать глобальный лабораторный анализ не только на макроэлементы, но и на микроэлементы, мы увидим, что там в 5, в 10, в 20 и более раз ниже нормы. Так откуда возьмет человек эти необходимые нам минералы? Даже если он будет... Поэтому и говорят, едят, едят многие сыроеды, едят при этом огромными килограммами, и тем не менее у них еще определенные процессы, те, которые должны быть и легко протекать, не запускаются, а потому что в пище недостаток определенных в малом количестве, но очень ценных и нужным нашему организму микроэлементов, которые они, к сожалению, из этой пищи не могут получить. So, there's a problem, is the ecological situation of our planet, because humanity has almost destroyed the planet, and so now the soils just do not contain so much necessary microэлемents that human body needs. For example, lithium or some other elements, and that's why people can eat a lot of vegetables, fruits, and take only raw food, but still they do not have the necessary processes, and they do not adjust to the diet and nutrition, because as much as they do eat, they do not receive these small amounts, but necessary amounts of microэлемents. Проблема эта действительно колоссальная, и решение этой проблемы глобально даже не в том, что нужно увеличивать, скажем, выращивание органических продуктов питания, нужно, главное, восстанавливать плодородие почвы, а этот процесс сложный, ну, Ян, признаю, как его делать, и я это, собственно, произвожу, а в более крупных масштабах есть у меня такой проект тоже, это выращивание, восстановление, если в двух словах, больше широколиственных лесов, которые только и могут дать вот эту слаженную идеальную экосистему, при которой верхние слои почвы будут насыщены практически всеми минералами, но как это сделать, как раз я, ну, обучаю на своих семинарах, ну, и, собственно, ввиду клуба органического земледелия, который недавно я открыл новый проект, значит, вот, посвященный в том числе этой тематике. Очень интересно, спасибо. So, this is a global problem, and it can be resolved only by restoring the soil condition, not just growing organic vegetables or fruits, but addressing the root of the problem, which is the contain of macroelements in the soil, and I have projects to this end. Спасибо большое, Игорь Андреевич. Единственное, я хотела, у меня очень много к вам вопросов еще, я надеюсь, мы с вами встретимся, и вы еще придете. Единственное, я хотела рассказать вам о собаке, о своей, о которой, я знаю, что вы за животными очень плотно занимаетесь, я ее вырастила на протяжении 9 месяцев, она у меня не ела никакой твердой пищи, пила только фруктовые, овощные соки, и все, что вы рассказывали, я сегодня еще буду и рассказывать, и показывать собаку, то есть я все это наблюдала воочию, буквально все ваши слова. Жалко, я не успела рассказать, но ничего. Буквально два слова на эту тему по собаке. Моя одна, ну скажем так, я еще основатель эко-поселения в Тверской области, одна там, скажем, соседка, назовем так, у нее они сыроедки, она мама ее, которая 80 с чем-то. В общем, у нее собака, а собака, разумеется, тоже, ну, поскольку идеология понятна, да, она, условно, скажем так, веганка, естественно, так вот, у нее были больные почки в свое время, но, скажем, она льняной кашей, вот льняной кашей, да, но не вареной, не вареной. Ту кашу в кавычках, что я все время просто рассказываю, я уж мог бы сейчас забыть про это, упомянуть, естественно, не вареная, она делается легко, там, в блендере, либо в кофемолке просто зерна льна размалывают, несколько секунд кидаются в ложку, теплая вода заливается, ложка мешается до той консистенции, что вам нужно, и там можно мед добавить, можно там ягод каких-то, это будет просто... И вот она этой так называемой кашей вылечила буквально собаке почки, то есть, да, хотя собака... Я сегодня очень много об этом расскажу, да, спасибо. Моей собакой, кстати, заинтересовались американцы институт крови и институт нетрадиционной медицины. Ну, видите, как интересно, а собака-хищник, а мы с вами люди по всем анатомическим, морфологическим и биохимическим критериям, по всем абсолютно, без исключения, являемся плодоядными существами, плоды. Спасибо, Юрий Андреевич. Спасибо, я думаю, что у вас сейчас просто тысячи людей добавятся в блоги, и будем общаться. Ладно, ладно. Можно вам будет задавать вопросы, да? Да, задавайте, задавайте. Спасибо. Всего хорошего вам, до свидания. Сейчас, Юрий Андреевич, прошу прощения, я обещала человеку вопросы, и так и не задавала. Я заполнил два вопроса очень быстро. Вот, первый вопрос. Когда мы говорили о резких изменениях веса в течение суток, мы приравнивали вес к массе. Когда меняется масса, тогда понятно, что нужно предполагать какой-то переход энергии в материю, да? Когда же мы говорим об изменении веса, то здесь уже ближе такие понятия, как левитация, допустим, или ей обратный процесс. Допускаете ли вы такое или нет? Может быть, человек просто на основе своей психики меняет свой вес и таким образом меняет показания весов. И сразу второй вопрос. Имеется ли у вас какой-либо личный опыт попыток перейти на параноедение, и какие соответствующие намерения есть на будущее, если есть? Спасибо. Ну, благодарю вас за вопрос. Значит, я скажу так, что действительно, на первой, что действительно это может быть, да, потому что левитацию мы не рассматривали, мы так более материальную сторону смотрели трансформацию вещества. Да, вы правы, это действительно один из вариантов. Под воздействием каких-то факторов может быть вот этот процесс, когда действительно как бы теряется, но не теряется, а действительно человек поле притяжения Земли меняет, да, ну может это быть, я согласен. А что касается второго, я пока не планировал, но я сыроед, я сыроед. Игорь Андреевич, вот как раз по поводу левитации можно будет задать вам вопрос в блоге уже. Может быть, вы какие-то свои идеи выскажите. Ну, можно вообще не, но насчет этого вообще много информации у меня, очень много. Ну, прекрасно, спасибо большое. Можно вопрос? Нельзя, извини, я себе тоже другой, я не могу, простите, пожалуйста. Спасибо. Ладно, всего хорошего. Спасибо. До свидания. Еще раз.